Ну и про то, кто кому передавал какое-то тайное послание. Накануне также, после саммита БРИКС, Путин сказал, что якобы Украина передала через турецких коллег послание для Путина, оно уже в Кремле. Не сказал он, конечно, никаких фактических деталей, что там было в этом послании, но все же, придумал Путин, что за такие тайные послания. Мне кажется, что все пункты и планы победы, и все, что хочет Украина, давно всем известно. Или про что Путин? Анастасия, дело в том, что неформальный обмен информации между Россией и Украиной никогда не прекращался. Потому что это то, как работает мир на самом деле. Потому что даже страны, находящиеся в состоянии остервенелой войны друг с другом, Россия с Украиной находятся в состоянии ужасной войны, кровавой и гадкой со стороны российской. Но были и еще более плохие войны в истории. Были войны той же самой Германии с Советским Союзом, когда десятки миллионов людей в итоге были уничтожены, и мирные люди в том числе. И, соответственно, даже тогда шел обмен информацией. Причем тогда местами он шел и напрямую. Между Украиной и Россией напрямую, я думаю, что этот обмен не идет. Потому что слишком уж мерзко повел себя Путин по отношению к Украине. Просто на эмоциональном уровне люди, даже облаченные властью, не могут делать то, что, в принципе, люди в их ситуации делать должны бы. То есть общаться с даже вот такой вот агрессивной стороной. Просто эмоционально они не могут, и я их понимаю. Но неформальный обмен через третьи стороны, безусловно, идет. И, конечно, Эрдоган, этот человек, который за рубль с пляшем и нашим и вашим, он для этого очень хороший, на самом деле, агент. Я верю в то, что он именно может быть таким пейджаджаном между Путиным и Украиной. Поскольку, понимаете, если бы это был Орбан, например, то Орбан, во-первых, по дороге бы, если бы понес послание, он бы стащил бы золотую коробочку, в которой это послание находилось. Да, и себе в карман бы ее положил. И он бы все равно был симпатизантом Путина, ну, потому что он куплен Путиным с портрахами. И, конечно, вопрос еще большой, кто с Эрдоганом или Путиным мог бы купить друг друга. А как бы, собственно, Эрдоган такой хитрован, с ним особо там в такую игру-то и не сыграешь, потому что он всегда ищет собственную выгоду. Даже когда он расторговывает что-то себе, то есть когда он у кого-то забирает, он все равно как бы делает вид, что он тоже там со страшной силой кому-то помог. У него такая политика, и он благодаря ей столько лет на плаву в Турции, где, в общем-то, не сказать, чтобы это так легко. Там есть политические процессы, там есть серьезные враги с разных сторон. Так вот, я верю в то, что Эрдоган может быть этим коммуникатором, этим медиатором. Я думаю, что не без огня это дым. Я смотрел внимательно буквально за три минуты до нашего с вами эфира на лицо Путина, когда ему задавали этот вопрос. На лице Путина часто видны его настоящие эмоции, потому что он очень плохой актер. Если вы обратите внимание, то, например, тогда, когда он говорит, что нет, я не буду нападать на Украину, значит, у него видно, что он врет. И в многочисленных подобных ситуациях, когда он говорит там про повышение пенсионного возраста, там про то, что не пойдет на третий срок или на пятый, или на шестой, как он уже сколько раз уже сходил, там всегда видно, что он врет. А вот тут я увидел другую совершенно эмоцию в его глазах, я увидел озабоченность, я увидел большой мыслительный процесс. Это для этого человека непросто думать, потому что он не мыслитель, он не спиноза. Он, как всегда, Стас Пилковский, мой старший товарищ, говорит, мой старший друг, даже я бы сказал, говорит, он не стратег, он тактик. Я со Стасом здесь на тысячу процентов согласен, потому что Путин троечник, Путин плохо размышляет, Путин очень плохо просчитывает варианты. У него, если шахматным языком говорить, у него дальше двухходовок никогда ничего не уходит, а потом уже ход конем по голове. И, соответственно, вот именно поэтому вот эти мыслительные процессы в его глазах видны. И я думаю, что он находится в каком-то тяжелом раздумье. Я думаю, что ему там сказали что-то очень для него важное и опасное. И позвольте мне предположить, что именно, поскольку я внимательно слушал и президента Зеленского, когда он говорил об энергетике. И там-то уж как бы и открытым текстом, по сути, было сказано, что мы можем дальше раскромсать, раскрушить твою энергетику. И я думаю, что на самом деле вот еще те сообщения многочисленные про большие успехи украинских военных инженеров в создании своих вот ракет а-ля Паляныця, а-ля другие Гром-2, которые могут далеко летать. И я думаю, что это на самом деле, конечно, ракеты не только украинские, прямо скажешь. Я думаю, что Запад серьезно помог в их производстве. И я думаю, что в этом послании было сказано, что вот у тебя завтра не будет Капотни, например. Ты знаешь, знаешь, что такое Капотни? Это там огромный нефтяной комплекс, который снабжает всю Москву бензином и все остальное. И, например, что ты, Путин, в этом случае будешь делать? Вот большой вопрос. Вот завтра москвичи выезжают на заправку, а там нет бензина. И что в Москве начинается? Большой вопрос у меня. А тут еще Рамзан подоспевает. И как бы кого-то в этой круговертии начинает мочить. А потом всех начинает объяснять всем, что мусульмане, кстати, все ко мне. Вот потому что вот сейчас вас в молитве грязи заставляют, потому что у вас миллионы, а тут четыре мечети. И тут вырезают еще какие-нибудь русские фашики, которые говорят, что это такое тут у нас, до чего докатились. Потом вырезают патриоты и говорят, это наша война за три дня. Понимаете, собственно, у Зеленского-то как бы путинская судьба тоже в руках, на самом деле. И, собственно говоря, я уверен в том, что ему, если послания из Украины и приходят, то они примерно вот такие. То есть мы тебе вот это сейчас сделаем. Или уже уймись, недомерок. Я думаю, что примерно такой там стиль в этом послании. А-ля там, вы помните, как запорожцы писали? Я думаю, что решимости с тех пор у жителей Украины не поубавилось, наверное, в общении с вот такими вот негодяями. И, соответственно, вот примерно так там оно и было. Мы об этом узнаем очень быстро, на самом деле, потому что Кремль – это решето. Там все с удовольствием все рассказывают. Никто там Путина не любит. Никто там… Все там любят себе соломку подстелить, пообщаться на всякий случай с теми, кто скоро в Россию вернется. Там все думают об этом. Поэтому, ну, дайте мне несколько дней, я провентилирую вопрос и вернусь к вам с этим. Ну и про признание чистосердечное Путина. Нечасто он говорит правду, но в этот раз, когда журналисты спросили, так что есть там войска КНДР у вас в России, он не сказал, конечно же, что нет. Нет, он не стал говорить неправду, что очень странно. Он, де-факто, подтвердил присутствие северокорейских войск на территории РФ и говорит, да, спутники – вещь серьезная, если есть снимки, на которые вы опираетесь, значит, они что-то отражают. Ну и также он сослался на статью 4 договора о партнерстве между Россией и КНДР, чтобы якобы обосновать, скажем так, легитимность их присутствия. Но здесь то, что самое интересное, наши западные партнеры еще не верят. В них нет доказательств. Наверняка им нужно показать кого-то или пленных, да, или убитых уже по факту, с фотографией, с документами, чтобы сказали, ну да, все-таки приехали на территорию Украины или там, как говорят, в Курскую область. В любом случае эти люди будут воевать против Украины. Так думаете, какой реакции нужно сегодня ждать от наших западных партнеров, на что надеяться, и особенно в контексте того, что есть и другие страны, которые понимают опасность от КНДР, и они, конечно же, готовы сегодня нам также помогать. Вы знаете, на излете своей карьеры режимы, подобные путинскому, они уничтожают себя сами. И, собственно, вот это вот сейчас на наших с вами глазах происходит, потому что, ну, настолько идиотского решения, как вот живых людей, физически, солдат из Северной Кореи, которая раздражает безумно весь западный мир, потому что там Южная Корея, их ближайшие очень важные партнеры, потому что там Америка, которая за спиной Южной Кореи и так далее. То есть, понимаете, это надо быть совсем просто кретином, чтобы такое решение принять, и Путин это сделал. Я прямо, когда об этом пошли первые сообщения, я подумал, ну, да не, не может быть, фейк. Ну, мне понятно, что это похороны собственные, а ему непонятно. Но это очень хороший знак, это говорит о том, что действительно он в истерике, он ищет какие-то безумные варианты, как Гитлер, помните, по бункеру метался в гениальном фильме «Бункер». Значит, и там вот сейчас Тон Крэпс придет, сейчас там, значит, Фауст Патроны, сейчас Гитлер Югенд, и мы все-таки вот всех. И вот Путин вот сейчас похож на того, мечущегося по бункеру Гитлера, на самом деле, потому что еще раз, вот давайте просто последствия перечислим уже, вот я вот эмоцию вам дал, а давайте без эмоций. Южная Корея, один из крупнейших в мире производителей всего военного, который до этого присылал в ВСУ только носки и, по-моему, шапочки военные. Это было прям вот каким-то издевательством формено со стороны. Но они это делали почему? Потому что как бы они надеялись таким образом Путину показать, смотри, мы не помогаем им сильно, и ты давай это самое, нашему Киму тоже не сильно помогай. Но Путин, и это уже известно, Киму помогает, и он ему присылает эти советские чертежи, с помощью которых Ким может на подводной лодке, например, поставить свои ядерные ракеты, а пока не может. А это важно, потому что тогда у Кима получается диверсификация, потому что они готовы к отражению этих атак с земли, а к подводных лодок, например, пока не готовы южные корейцы. И какая реакция будет у южной Кореи на это? Насколько мне известно, там реакция очень жесткая, и она уже проскочила по разным каналам, не очень открыто. Но они уже, по сути, я думаю, прорабатывают, как они будут, соответственно, помогать Украине и помогать уже ни шапочками, ни носками. И, соответственно, это первое. Далее. Значит, западные партнеры Украины теперь совершенно спокойно и открыто везде говорят. Путин, ты привез к себе наемников из другой страны для войны с третьей страной. Это нам сегодня полностью развязывает руки. Мы можем все, что мы хотим сегодня дать Украине. Хоть живых солдат, хоть большие какие-то ракеты и много, хоть самолеты, потому что ты первый это сделал. Потому что ты открыл ящик Пандоры, ты сделал следующий шаг. В мире это действует так, эскалация действует так. Эскалационный шаг с одной стороны, обязательно эскалационный шаг с другой. Нельзя не ответить бандиту, который занимается эскалацией. А Запад обязан на этот шаг чем-то ответить. Этот ответ сейчас настолько очевиден, но это либо дальнобой, это либо прямо войска, потому что это же тоже давно прощупывается. Макрон не просто так балаболит, когда он говорит о том, что он сейчас пришлет французский легион. Он пришлет его, и дальнобой разрешат на самом деле. И либо пришлются какие-то компоненты, с помощью которых Украина быстро наделает своих много дальнобойных ракет. Это произойдет прямо вот скоро. Потому что сейчас действительно, я так чувствую, что близки какие-то, ну, вот эти вот через третьих лиц переговоры. И какое-то замораживание, остановка. Да, понятно, оно близко. Но ведь западному миру и Украине в первую очередь нужна не просто заморозка, а нужно, чтобы все приостановилось. Если то приостановилось так, чтобы через два месяца Путин не подпер с новой силой. Или через год, или через два. Чтобы он вообще никогда не подпер с новой силой. Соответственно, они должны вот так его обложить. И они должны такое какое-то действие ему показать, чтобы он понял, что нет, навсегда забыли эту тему. Зарыли топор войны куда-то там, в самую глубокую шахту на Воркуте. И вот, и все. И никогда не достали этот топор обратно. Вот нужен такой мир. И для того, чтобы это случилось, Запад не может не ответить на вот эти путинские шаги. Поэтому ждем, смотрим. Ну, давайте посмотрим, сработает ли это моя ставка. Я что-то вам столько всего наобещал в этом эфире. Боюсь, как бы вы не сказали, что я была лайкой, и больше меня не стали звать. Но я надеюсь, что из этого хотя бы две трети это сводится. Да, но мы также верим, правда, в это. Поэтому, знаете, что хочется верить, то хочется и слышать. Что ж поделать. Ну, и про то, что правда так же хотелось бы. Есть информация про то, как Путин, недавно мы, помню, ездили все в Монголию, так вот, как сообщает пресс-служба Международного уголовного суда Монголии, которая не арестовала президента России во время его визита и не передала его в суд. Она действовала вопреки римского устава, она его нарушила. Ее заявление говорится, что бездействием Монголия помешала суду пополнять свои функции и полномочия. Поэтому палата передала дело в ассамблею государств-участников. Ну, а ассамблея будет решать, что делать дальше. Как думаете, вот может быть какое-то такое вот наказание, я не знаю, решение, что вот после этого, ну, Путин уже точно не суется, не то, что там в страну, которая подписывала римский задод, ну, вообще, скажем так, никуда. Я вам открою большой секрет. Все международные вот эти вот системы, структуры, договоренности, даже договора – это всегда вещь очень-очень такая эфемерная. Всегда страна руководствуется только собственными интересами и собственными внутренними документами. Когда она договаривается о чем-то на внешнем периметре, да, это всегда вопрос доброй воли с обеих сторон. Соответственно, да, это важная, как бы, такая история для международного пиара. Это особенно важно для тех стран, которые следуют в фарватере вот демократии, либерализма и прав человека. Потому что если ты пообещал, то ты должен выполнять. Почему Америка не присоединяется к МОСу, да? Потому что они понимают, что они исполнить не смогут. Потому что они понимают, что где-то в очередной войне, в очередном Ираке они уничтожат нечаянно в очередной раз свадьбу вместо, значит, бандитского конвоя. И, по идее, за это надо отвечать. Но они не хотят своих генералов отдавать в МОС, и, соответственно, они хотят их судить сами, если они в чем-то провинятся. И, как бы, поэтому они даже не присоединяются, потому что не хотят нарушать. А вот многие, как бы, да... Вот Путину же, наверное, все равно вообще на международные все обязательства свои, ну, начиная с Будапештского меморандума. И что ему за это было, так если разобраться? По-хорошему пока ничего. И вот, пожалуйста, Гутерриш у него сидит, главный вроде бы, да, руководитель международной некой системы. Но и эта система, даже ООНовская, она точно так же эфемерна. Это точно так же всего лишь зеркало и всего лишь что-то, что может рефлексировать на то, что хотят все члены. Либо некоторые из них, ну, то есть они всегда очень аккуратненько соблюдают эту пропорцию. И, соответственно, аккуратненько, как бы, между гарантодателями распределяют и, соответственно, действия, которые, в общем-то, провоцируют эти гарантодатели. И поэтому давайте мы не будем здесь обманывать ожидания наших зрителей. И вот здесь вот ничего хорошего я им не скажу. Не пообещаю, что Путина арестуют по заказу МУС. Нет, этого не случится. Монголию сильно не накажут, ее пожурят. Монголы выразят сожаление, скажут, что будут стараться соответствовать в дальнейшем. Значит, но вот примерно на этом все и закончится. Но решение МУС, безусловно, это все-таки как стигма, которую наградили Путина. Это очень важно. Потому что все же там много приличных государств. Там, ну, грубо говоря, львиная доля такого приличного мира сидит в этом МУСе. И, соответственно, вот сама по себе характеристика Путина международным террористом, она ни у кого сомнений-то не вызывает. Просто они говорят, да, вот он международный террорист, но мы пока не можем его достать, потому что вот монголы испугались. Вот бразильцы даже раздумывали, не пустить ли его мексиканцы, звали на инаугурацию. Вот, ну, собственно говоря, вот поэтому международная система несовершенна. Она вот пока, вот как я третий раз уже говорю, она пока не уж кофемерна. Что ж, так вспомнили Гутариша. Я думаю, что этот вот российский каравай будет еще так же долго ему вспоминать. Я не знаю, после этого, какое послевкусие должно быть вообще всех на Запад. Вспомни про, Анастасия, смешная штука, вспомни про ООН и появится ОНО, да? Да, да. Ну, то есть сегодня уже какой-то, не знаю, абсолютный, как говорят, да, вот молодежи, кринж. Ну, я не знаю, как это еще можно назвать, но правда, мне кажется, что вот эти картинки, которые есть в соцсетях, вот даже покажу, вспоминать будут долго. Ну, и здесь, правда, важно понимать, это такой вот дипломатический шаг был, да, все же, что это было, хочется спросить. Или правда? Анастасия, Гутериш не является самостоятельным игроком международной политики. Гутериш – это зеркало, это рефлексия, это отражение большинства его членов. Ему как бы два крупных игрока из там, условно, пяти игроков позвонили и сказали, ты едешь с нами в Казань? Он сказал, да, конечно, едут, вы мне платите, вы босс. Все очень легко, все очень просто. ООН хороша в мирное время. Я работал там год, и я не жалею в этом времени, потому что я очень хорошо начал понимать изнутри вот международную политику и то, как все там работает, и вот интересы, как друг друга защищают и пытаются, значит, подвинуть друг друга разные страны, как это происходит. Но сейчас, когда время не мирное, это практически какие-то возможные подступы к Третьей мировой войне, действительно, потому что при определенном раскладе это может начаться, потому что очень много признаков того сейчас, что было в сороковые, включая вот кризис международной системы, потому что там тоже была Лига наций после мировой войны, там тоже были большие надежды на то, что все со всеми договорятся. Эти надежды были настолько велики, что два великих одессита Ильфов Петров аж написали, аж упомянули Лигу наций в своем бессмертном произведении, да, и, соответственно, многие думали, что вот теперь больше войн не будет, потому что все же со всеми сели на одну площадку, все коммуницируют, все разговаривают. Ну, нет, там посидели одно время и немцы, и Советский Союз, и все оттуда потом повыходили, а организация рассыпалась. В принципе, хороший шанс сейчас для перезагрузки международной системы, потому что, конечно, работает она очень плохо, потому что, конечно, невозможны и утопичные попытки одновременно участия интересы, черт возьми, демократии и бандитов, террористов. Ну, так не может быть. От того, что ты дал удостоверение ООНов за террористу, террорист не стал добрее, он не передумал убивать. И, соответственно, вот это то, что сегодня происходит в ООН, мне печально на это смотреть, я гордился когда-то. У меня до сих пор лежит там где-то в коробочках жестяных, которые с собой из России перевез удостоверение ООНовца, такое красивое, белая пластиковая карточка с синими буквами. Но сейчас, наверное, я уже горжусь меньше. Что ж, благодарю вас, Ростислав, за важный разговор, за очень много таких позитивных новостей, да. Что ж, будем ждать, что все лучшее сбудется, но, конечно же, только вместе можно победить, вместе со всем цивилизованным миром. Благодарю вас. Разом, да. До встречи. До побачивания. Дякую вам, друзья. С нами был Ростислав Морзаголов, это политехнолог. Дякую каждому. Вас запликаю ставить фото, байки, писать ваши комментарии. Ну и так само подписку на фабрику новин не забывайте. Бережит себя каждый. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!